Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема, тема удобрения. В преддверии весеннего сезона каждый садовод огородника задается мысль о том, какие же использовать удобрения на своем участке. Органические или же все-таки минеральные? Итак, какие же они бывают эти удобрения? Ну, условных можно разделить на две группы. Это органические и минеральные. Органические удобрения это продукты в результате жизнедеятельности различных бактерий, то есть это и древесные зола, и торф, и компост, ну и другие. То есть то, что произведено матушкой природой, скажем так. А минеральные – это продукт производства химических предприятий, которые получают путем производства разных оксидов, кислот и других веществ, которые входят в состав данной продукции. Этот вопрос, наверное, очень актуальный. Но могу вам точно сказать, что если использовать только чисто одни органические удобрения, то это не совсем верно. Наверное, оптимальный результат мы достигнем только в союзе органики с минералами. Итак, что же все-таки предлагает наша промышленность? Значит, удобрения минеральные бывают, делятся на, условно так можно разделить на четыре категории. Это фосфорные, калийные, азотные и комплексные минеральные удобрения. Они бывают в нескольких видах. Бывают вот таком вот в жидком виде, то есть когда их удобно использовать. И бывают водорастворимые, слаборастворимые, те, которые растворяются не в воде, а в кислой среде. То есть это вот минеральные удобрения. Расфасовку на сегодняшний день тоже удобрения достаточно разные. Это могут быть большие мешки, маленькие мешки, что удобно садоводам, любителям. То есть вот на них все. Покупая удобрения, прежде всего, вы должны обратить внимание на состав. То есть если вы сомневаетесь в том, какое вам удобрение лучше использовать, если на нем, например, не написано специализированное весеннее или что-то, и вы затрудняетесь, то лучше, конечно, прочитать. Каждый производитель указывает обязательно состав продукта, с чего он состоит и где произведено. То есть это вот обязательное условие. И, конечно же, масса должна быть указана. То есть вот при выборе удобрения это вот важно, запомните. Ну, в следующем ролике я остановлюсь более подробно на всех фосфорных, калийных. Расскажу вам о том, где они применяются, как их лучше использовать. Оставайтесь с нами. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!